я лям и 7 у большого живой огонь это не маленький живое адское пламя это большой а полкома не вообще 257 почти догнал ханта вот он примерно такого рейда где нет удача рыб ну подпадаем кроме джерри на контре ниже среднего дамажит танк но у них уловой части 3 на пола нет кого силы тоже не вывозит представьте если у нас был рейд 6 как с мы были на оффе с таким скилом игры играли там первую фазу не перевели бы наверно давайте бафаться урон на холионе был больше чем ну чем тут и по танкам и во тьме особенно сейчас убрать 500 гаэса у всех мы тут обострелся здесь почти все фуловые гаэса улоран темно эти уголовые что ты ходил в в в в в в в в Ладно, сейчас просто 2 секунды не хилили килы, не знаю чего. Завтыкали наверно. Ну, это уже не повезло. Муровин, да, каски нету. Каску по муровингу, нужно заново фласки выпить уже часами. Творант готов, все готовы, заходим, залейте муровин, начинаем. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения. Варен. Продолжение следует. Все. Сколько еще таких героев? Надпись подымает в уголы. Столь 4 секунды. Ну... Давайте бафу попало. Беги малышка, беги! вот в поле побежали, что мы теперь далеко особо пейте колено, потом трешку пьете заставляйте меня кипятить, а сейчас можно трешками заходи сразу так произошли необычно в аккаунте видеть первые два роги по ДПС, потом идет АПК, два вара ни одного креста мага демона в лесу заходите заходите в четвертой пати и на рену бахилу сразу Клиент Крашнова с ошибкой Ох, не повезло сейчас лезли будут уже нам ваша метка давайте не диспелить он играет повезло тут никто не добывался здесь артвейдер оставайся во тьме дамажить ты хотел во тьме дамажить Терл Крейт снова неправильно выносишь в который раз опять тебя тянет к морде который раз говорю что надо назад на 180 градусов поворачиваться не бежать смотрим следующую метку артвейдер метка оставайся во тьме артвейдер алик квадрат шарам рост назад максимум смерть максимум повторяем два раза побежали метеор во тьме даем рост в свету бьем большого голема мелкий трэш смотрим уже будет наносит большого голема сыграли то легко драйвер опять вот не везет сегодня танка держись раз будет метел побежали полива нас это не бьем пока ждем трэша 40 процентов пламончиками нас и метку большого голема играемся на альпич гнинах продавать ой на ману тоже так давайте и и руб большого игра меломан наноси метку сам себя не спалишь талия квадратик 50 процентов надо капли на бдк на переход кинуть на танки митер смещать из квадрат 60 процентов цветов уже брать балоран метка по полу же бегаешь это неправильно большого играем шестьсот как это еще 50 процентов цветов давайте больше больше дамаги поколен трэш мелкин добиться постарайтесь это сделать скажешь когда генноману дать ладно побежали смотрим заложили сейчас выносим метку простой мор давай даю генноману так вам очень прижиме кожи хильте он поднимай фларион воида элоран гимна отхил гимна отхил потом гимна мама спаешь но там далеко ванна семе hugo кло-то далеко выноси метку большого голема все играя охламов чик подымать жирина быстро быстро поднял побежали метеор всех трэш играем мелки трэш тима стопANE дамаг дима стопайте дома охлам ончики не подымать жирен отбежали от лужей элоран выноси метку всем мелкий трэш большого големаating последние трэш надо о чарам поставь тотем луков и погони от играть интер и поводу фаларин прожимая кожу дисплею стали в квадрат если сакра или капли кидай на бдк побежали метеор во тьме давайте дамажим добиваем боссы назад метр пиздец что это такое господи танк упал нет дыхание походу всех сбрило что это такое было сейчас я такой первый раз вижу классное дыхание на двух мамах мне нравится противники либо сверху кровь и коленгу по всем убивает какой-то жёсткий олег я релок нас и кружей это почему там тоже все умерли есть этот джерин что те убила ну типа трэш долго заливаются метро шумилки то не менее в конце что темпе я вообще без понятия как так произошло классный классный бак привет бродяги здорово что делать лайпуемся в раз уже ласка заканчивается кто-то устал может быть я убил с сушат тоже так не не убил я уже 4 туда не заходил пока 3 может но она как бы конченая да и на двое блядь ты тут теперь опять в свету свет выходишь 1 без вара было до бирсе 40 секунд и 2 ляма оставалось подезли нет и этого лесовый пол был никого до танка еще танк срывался а я попал кирилл короче нет меры на бахило заливаем сразу сейчас заходи сразу когда он уже кастует фазу 2 уже уже должен быть возле портала плюс одна секунда глянешь испугался дпм крикнул наушники бедни 4 под это заходить память что же неправильно выносишь первый раз поворот назад в сторону морда наносить вот прихожить был нераза скринь частенько бывает замечаете давай блин готовься смотри мерезвие человек им пристом со жесток помани разводит метка стик спал наноси метку а мы выходим свет то ли квадрат чаром давай рост но фарам нитку назад побежали с этими рост смотрим ложе большого играем мелкий трэш доноса подъем играем большого дарима можно принять как обходить вот выносит метку танк на страже порядка как переживали побежали метеор будем скажешь что дадим ночь метка на перебежки фаларин баша охламой чекаль пища микси выслас такого ну на перебережке говорит побежали метеор когда мы можно зайти во тьму большого голема все играем заходи заходите на альпича чечен росту и он падает теперь падаю фаларин подымал кого башина на хламутчик это маша заранее это сказать что у тебя когда сразу потому что если ты сказал бы что у тебя когда я бы сказал фаларина подымать альпича попробую в чате кроме вода кидал и писать и эту информацию это поможет как умирает альпич во тьме в лужу сдох не знаю как баши умирает во тьме манзахила уже от незахила гудел и теперь есть демон ну пошли демона он человек уходит спать алик я пойду на пару минут алик 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 и и алик в алик алик Даже два хила, а без... где вопрос? Там четыре напула, то ли они умирают, ну я не знаю что, но бьёт трэш, у меня Ершана бьёт. А это кем? В Кулипалу, да. Ну зачем ты такие вопросы задаёшь? Ты прекрасно знаешь, что два ханта плохо дамажат, отсюда и плохой напул, если он вообще есть, но проходит по трэшу. Так плот, ну так, с средней. Так просто может быть. Ставить символ на маленькой хитрости и будет на маленькой хантам, надо просто послушать ваше. Он объяснит как на трэшу, и сразу всё будет нормально. Уже рассказал уже как надо ставить взрывную ловушку. Они всё равно её ставят под босс, причём оба. Вот, вот у Клота есть символ. Хорошо, давайте разберёмся с ловушкой. Арт Вейдер, где ты ставишь ловушку взрывную? Ну, в нас сейчас, в этом, в рейде ставлю. Там, где, ну, милики. А я говорю, ты где ставишь взрывную? Да не хуёво её ставлю. В каком смысле хуёво? На биснис. Что это значит? Да нигде. Посмотрите, просто по урону потрэшу от ловушки. Есть такая хрень взрывная ловушка у Арт Вейдера. Если он ставит её под миликов, она не трогает Холлиону. Она нанесла по Холлиону 331 тысячу. То есть, это пиздёт, что ты сказал. Так что больше не базарит. Всё проверяется по рекаунту. Умоляю, хотя бы не пиздеть. Так, подожди. У Арт Вейдера 470, такая взрывная ловушка. У Эрл Грей 400. Если её поставить под протопала, то она там либо вообще не заденет, либо там самым краем заденет случайно. Ну, 100 тысяч или сколько там, 150, она не набьёт по боссу. Они её ставят почти под босс. Ясно дело, она на них активируется раньше. С первого же мелкого. Раньше, соответственно, и на пол идёт. Ну смотри. Я ещё не уверен, что они даже автоатаку ставят. Может быть, у них, Антон, другое понятие мелизона, полос. А вот жирина другое. Да им просто, ну, они, блядь, долго-то не думают его зергнуть. Они, ну, не стараются, блядь, напуливать. Ну, давайте я поставлю метку на протопала. Допустим, вводит это кружок. Вот, когда мы перебежим после метеора, ложе разольётся там, вы будете в него ставить взрывную ловушку. Может так прокатит, как вы считаете? Так не прокатит, потому что протопал начинает собирать трэшу у босса, и он тут отходит с ним. Значит, снимаем метку. Короче, в чём смысл взрывной ловушки? Чтобы трэш на неё пошёл, она взорвалась. По трэшу нанёшься урон, верно? В том, чтобы ближний трэш напуливался на протопалах и давний трэш тоже. Вот, вот и всё. Ну, а как это сделать? Я, например, не знаю. Вот, это всё. Как трэшу нанёшь на протопалах? Уезжай на протопалах. Град стрел, который ты выбираешь в дистанцию напуливать, напуливать. Вот и всё. Ну, что? Когда начинает напуливать, ну, я же, ну, типа я же, разрываюсь немного, тут ханты напуливают, и он идёт на протопала, идёт ещё мой напул. Тут, короче, вы не напуливаете нифига, дайте один понапуливаю. Или, короче, как-то параша выходит. Ну, а вот этот град стрел, куда его надо вязать? Да, да. Ну, смотри, типа, по ситуации, как разливается лужа. Типа, лужа может, ну, типа, разливаться. Типа, ну, идёт там, например, возле танка МТ. Например, начинает, вот начинает, вот лужа появляется, начинает, она вроде как в рейде, а вроде как нет. То есть, типа, где-то у головы Халёна. То есть, лучше играть стрел туда кинуть. Ну, блин, ну, там без ситуации надо охуяять. На пул же, типа, у ханта на пул контролируем. Ну, типа, он под контролем. Не то, что у роги, типа, по радиусу. А у ханта он, типа, ну... Короче, забей Олег, эти охотники это не сделают. Всё. Тут даже можно ничего не напрягаться. Ты знаешь, просто смысл в том, что с какой стороны больше мобов идёт, ну, оттуда надо давать дальний напул, понимаешь? Мне, блядь, ну, хуярит в одну точку, блядь. Там где рейт стоит, да и пиздец. Ну, типа... Я уже войду писал, вот, когда вы во тьме были, что они нихуя не напуливают. Потому что с первого тра я вот сейчас, ну... В войне не напулили, войта дал бабл. Потому что, ну, я заебался уже, там, маста он там, я разрываюсь. Ты мне говоришь, не кидай мастаун, да я разрываюсь. У меня таун-то не хватает забирать весь трэш. Да, да, ещё я скажу, вы напуливаете... Ну, это я хантал в основном. Трэш, когда он идёт ещё... Ну, типа, он ещё не подошёл к протопалу. Вот пока он где-то там под боссом бежит. Вот, ну, вот так, в общем. И ещё если... И напуёт, когда он уже возле меня, бля, понимаешь? Пока я не знаю, да. И тебя из ЗФ. И ещё такая штука, что если, например, лужа будет в рейд, и мы разделимся на две части, то обязательно на пульте градом с той стороны, где нет протопала. Трэш. Вот, потому что там... Посмотрите, что хантал пишет. Ни хрена, это полная фигня. Как раз этим занимаются роги. Когда трэш подходит, они веерами его нормально напули. Это ваша задача, чтобы он не ударил хилов, то есть пока он ещё идёт. Вот, где-то там его напуливать. Да, ну. Да, видишь, я выбираю позицию, чтобы хилов не подбревало. Потому что вы не напуливаете трэш. Поэтому я должен вставать так, чтобы хилы не умирали, блядь. Понимаешь? Олега нету где-то. Просто, блядь. Я уже тоже заебался, блядь. Вот это нахуй. У меня тупо милики в свету умирали. Вот ВВ умер был. На одном трэе. Тогда меломан. Потому что у меня не хватает... У меня компьютер выключился. Там захожу. Мы тебя ждём. Так, по поводу на пола. Град стрелы. У меня пару трэйф, мне надо будет сваливать. Давай. Град стрелы, куда его используют? На границе с лужей. Откуда и выходит трэш, верно? Град стрелы вообще используется по ситуации. Охотник, бля, ну там вообще не так. Там можно, короче, давать и в миликов сразу. Ну там, да, по ситуации его надо хер. Надо знать, как раздевается лужа. Ну так, я ещё говорю, как раздевается лужа, туда надо давать лужа. Град стрелы. Оттуда же выходит трэш. Лужа ближе, лужа ближе к этой, кардадес зоне, где стоят эти. Но это пиздец. Понимали, как они делали? Они, блядь, вот я собирал весь трэш, и они тогда начинали на меня напуливать. Понял? Ну типа в чём проблема? Что только когда я уже собрал весь трэш, они начинают на меня его напуливать. Ну просто у них не хватает реакции, да? Чтобы раньше напуливать. Чего им не хватает, блядь? Ну тут надо понимать механику саму, как оно должно. На, пацаны, давайте тратить и не разбираться в этой сраной механике. Всё, давайте их антенни напуливайте. Сейчас я буду напуливать один, сейчас всё будет хорошо. Всё, давайте. Да, я просто вылюбил, я только сейчас зашёл. Всё, в море, начинай. Не, не пускай что-то напуливает, а то там они буквально это поймут. Ну вот, где градстрём. Вот я вижу, что ловушка взорвалась с границы Фрейма Халиона. Дведи на первой фазе мелкий трэш ближе к боссу. Потому что большой горем танчится зоне хвоста. Надо будет казахантам поиграть. Ты же надеюсь, вот. А вот его махватит хоть. Хопут. У тебя ловушка под боссом, одна вармарадой. Вот, если тёма хватает, ну, соленья хилиптанка, догадываться. Тут, думаю, да. Ха-ха. Сразу заходи, Фризефилакс. Вармарады или бить. Залюбим. Заходи сразу. Рэд, заходим. Я захожу? Нет, напомните, пожалуйста. Да, заходи. Сиди, вон. То есть часы с ногой такие ещё. Вот он, назад. Да пейте, у кого меньше. Томпич метку. Угу. Заходите. И неревну бахилу сразу. Поехали. 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 Не потрогать. Поехали. 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 мы выходим свет кисть и дурцов и весь еще раз дайте розы для киса фолариан не туда не носишь метку неправильно опять потом говоришь как накидаем лежали уйти вор путь не рост большого грима и гнар миха метка уголометка блять сбился этот меня клавиши сбились не могу дисплеить и ларан дисплей ты меня просто выкинуло настройки не сохранились играть и большого голема сможешь по дисплеить плюс прожмите да 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 дисплелема демона урок хантов так спеть гимн себе танта надо здесь прыгать не забыть полегим антича 5 умер да все это пиздится в лезвию дом сказал спросит давать гимна хопа не довольно поняты все хламочек подымешь на перебежки не намануне 7 метку перебежки капли на ддк не желали так что и дайте мамы играть им большого голема положим ради подымай хламочек он поднял я сдох он поднял заходим муж чуть-чуть а пищу у тебя за проблем это стены не пишет и надоедает ваши косяки шумана нашел не нашел это надо взять это хули протопал я могу хули полом покинуть во тьме тогда там никто не не упадет каждом крае кто-то неправильно выносит метку на каждом крае говорю как выносите поворот на 180 градусов по прямой линии к стене арпич фоларион не там они делают короче олег не могу еще один твой давай надо уходить но если тебе надо уходить то уходим не будем никого заставлять научиться здесь еще сидеть ну блять а 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 так пейте фласки а почем они 65 штук куплю фласку куплю фласку есть кого продать смогут так одета пидорхан нашел ты выделяешь розовый теперь с ума реально засоску продал прикинь я думал он одумается в последний момент а твой дурнал декана почему давно туда потому что уже висели как бы у вас в голосе не слышно ну час тридцать четыре точно но блять а какая то первая первая а а вчера просто он добавил часов это мы обстираемся с каждым минутом ну во тьме ты бутербол готов мужику турбола тьму у нас в тьме не падает танк у нас в тьме падают хилы у нас в тьме падают хилы у нас в тьме падает dc по кд а без походу не находывают людей потому что падают когда там бахила остается у нас вот в этом проблема проблема в хантах что там еще проблема вашей реакции сила уже в рейд это сразу либо минус один либо мне надо давать гимну от хил либо либо вот в этом проблема у нас у нас на офф надо уходить да если разбирать все треи то если ну если мастера у кого огонь стоит а нет если вы уже в рейде надо отбегать как квадрат к стене вы этого не хотите делать вы хотите умирать так я щас я подустал вон третий ходим я подиспелли я уже назначил клавишу в культуре оставим морами начинай морами начинай морами начинай интересно мы сейчас на кд оси сна кд нет лично стану че они начали на червлях больше дд давайте больше дд а танка захиливаем танка канка прохиливаете а вот тогда хорошенько побежали побежали эти кого-то вот так надо говорить так больше дамаги сейчас фаза будет скоро давайте больше дпс а и так и непонятно кнопки нажимать нет давай вот так нажимаем меломан метка меломаны сильно больше за хило по меломану больше хило по май хайму вот видите все встало на сами еще бы кто баф новая лима который упал не каски не кулака не креста не приставал а я вот не махнул сейчас он ему заходить когда мы же не нужны кулак почему для перселактики гикада неправильный вынос метки оттуда бейте мы сами заходим в тьму вот лафе правильного не сказать и на рогикаде заливаем сейчас будет лезвие смотки и сметка исправим а у нас где что нет спасибо даст так смотрим как воин спинс вынеси да тоже правильно выносить на удивление здесь отойдем ждем еще одному помочь тоже правильного носить мать в квадрат ну вот падаем есть рекаунт по отхилу то хилят кто нет пожалуйста покажите рекаунт игру блять менять надо анимариу еще не прошли уже блять вовы играют нет хватит тащить людей будем играть так или расходиться а есть последний смертон смотрим просекающий не это не тот рекаунт какой-то скан и тут танк как про какого танка вы спрашиваете который сдох а если я сейчас на мт повешу и вот кто еще во тьме отбыл может и хранить камень он не пропадет когда я во тьму зайду пропадет херово тогда я не смогу тебя спасти братан разжимайся то есть его никто не хилил да правосудие света атака ближнего боя вот смотри 333 потом за 333 он еще нанес еще рассекающий и пелена это гп хилам всем так да я могу зайти за холипала а у войда есть демон так причем здесь войдц в танк во тьме падает ну к свету вроде упал танк нет подожди во тьме упал танк ааа с ариан то да наверное все равно войду можно поменять как бы я не могу понять они не могут блять сука это просто меня бомбит наху ты до сих пор не можешь выучить новые слова почему у тебя блять маты просто по-своему тебе идет блять 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 это три разных слова для тебя да потому что это просто пиздец это литературное слово блять давайте заходим за линией попробуем еще раз упомнить литературное слово ты его употребляешь совсем другим значением поэтому в данном случае это будет скорее слово амоним чем литературное слово амоним это одинаковое по звучанию но разное по значении слова да да блять и блять разные вещи да все муравит начинай да разные ну все правильно ты сам нашла на камень будет на канале новое видео тут хоть блять больше четырех фраз можно уберешь в этом году вот танки метеор квадрат нас гонять и пота написаем ты морозить никто не морозит нет а мако фраги 4 под метеор под боссом круто это наверное я просить это не точно но может просто свернул окно уже и умер подпись подымай меня это у тебя как у них вент сплит литературное слово больше похоже на модель вибратора какой о чем думает заходите во тьму это город такой есть давайте прибавку при 100 правильные города в честь которых называешь курсов у нас фантазии просто нет заходите во тьму и на рынке на какой-то у тебя приз 3 трое лет помоучка краски нету пристань нету по лапу есть хоть хоть лапу есть о кулак спасибо пока не скажешь никто нечего не сделает 1 метка щас будет выходим свет тараном рост его это более-менее вывез мы бежали подвезло ребятам повезло в эти меры рост вот ему большого сыграли по мальчик побежали тело алена свету пока не берем 40 параметка поющий сейчас геймноман из так т.д. дешевая как от войны неправильные гоносметки побежали зиг спал на хилов только два не кинаешь слева от босса кто угол и лежит охламочек подымай охламочек и тут подбеги поближе достанешь диагноз уже давать квадратно маста убежали метеор бабл прижимают углы давай сокров свету тьмас на свет стопоте на из вас топать сарарен подымая хламончика мафия возничьи резко пиздец понимаешь нам метка пиздец чеснок нету маны чтобы здесь полетели манхилов в этом ман с силов нету но это было не только это Кто-то смотрел фильм Обитель Прухлубки? Сука, офигеть. Кто-то сгорел вон совсем. Кто-то смотрел фильм Обитель Прухлубки? Так вот, у нас рейд напоминал тот фильм. Какой? Обитель Прухлубки. Это всё хуйня, блядь. Вы мелкий трэш, вообще, я не знаю, сука, по мелкому трэшу не дамажите, блядь. Я перебегаю, на каждую перебежку я должен задавать какой-то деф. Ну, типа, блядь, я бегу боком уже, блядь, я не знаю, как. Вы не доливаете, там, блядь, ну, под четыре моба живёт, и они все меня охуярят. Буду по параллели бежать. Маком этот рекомендует. Еще по параллели. Буду бежать по сорок седьмой параллели, блядь. Нихуярит спину, я себе кидаю фридом, чтоб, сука, не умереть в луже, блядь. Это кизда. Вот этот мах, вообще, новую нахуй вынести не может, но вообще, блядь, просто для лохов, блядь. Вообще... Чё, меня слышно сейчас? Да, да, сейчас слышно. У меня, наверное, персонажи просто вылетели. Дважды метка была, блядь, ни разу новой не было, блядь. Тут хризли в новых. Я знаю, предупреждал. Требывание 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 вы меня просить конечно но может быть мы покорнем 3 минуты чтоб типа лошары посваливали а нормальные пацаны которые просто ну идут чтобы убить босса не накручивать какой-то дпс-хпс останутся это что намек на то что я дпс накручиваю да нет не попадаясь не потому категорию не дпс нет вот ну как бы даже было шар на ночью дорасти можно покурить там типа 3 минуты крышка в поставил пока не мощность будет расход когда конета может зайти там на демона да еще полрейда может зайти тут на демона тут же всех по 17 перс обли вон повороте возьмите кстати демоном блять повороте есть онлайн натуре пускай как бы катанку я забыл когда он последний раз ходил что поводить вас это никуда не курю и все еще шерма шкаф есть тут хоть она она набрать полный мешок ну блять потому что тут сука куда не плюнь блять и в натуре сука такое чувство что инвалид играет какой-то умственный блять ханты сука не могут ловушку поставить на поле я сука у меня hunter 48 левел я даю дупля как здесь надо сыграть сука ёбана в рот блять я себе каждый раз дрочил этот класс блять я боже наверное сука как господь бог блять играл за него блять мах не может сука дать фруснову две метки ни одной фрусновы это вообще пизда блять да просто нахуй надо ебануться головой к столу блять разок второй блять ну типа ну кретинизм просто блять даунин кретинизм я не знаю как это описать ну мизантроп зашел мизантроп нормальный пацан о брутэлла так нормальный зачем нам код